По Дворце Республики в эти минуты рабочая атмосфера, ни одного свободного места в зале. По традиции, Всебелорусское Народное Собрание официально приступило к работе после появления в зале главы государства. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В самом начале президент обратился к собравшимся с докладом и предложил предельно открыто обсудить не только достижения последних пяти лет, но и проблемы, которые сегодня стоят перед Беларусью. Александр Лукашенко напомнил, что Всебелорусское Народное Собрание никогда не носило формальный характер и является реальным механизмом народовластия. Преодолеть все трудности можно только собственным трудом и вместе, заявил президент. Многие ждут ответа на ключевые вопросы, с какими итогами мы завершили пятилетку, что получилось, а что нет, в чем причины нынешних трудностей, что мы делали правильно, а в чем, возможно, ошибались. И главное, что ждет нас в будущем, каким курсом пойдет наше государство дальше, как мы будем жить и работать, и чего ждать всей стране и каждому ее гражданину. Ясные ответы на эти вопросы и должны дать мы с вами. В этом всегда состояла особая роль и, если хотите, особая миссия Всебелорусских Народных Собраний. Ведь наш с вами сегодняшний съезд – это не формальное парадное мероприятие и не дань ритуалу, а проверенная временем живая связь власти с народом. Возможно, спокойно, вдумчиво подвести итоги прошлого, выработать стратегию будущего. Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на обороноспособность страны, как гаранта поддержания мира и спокойствия, которое удается сохранять белорусам. Особый акцент президент сделал на развитии экономики. Он назвал причины замедления роста в предыдущей пятилетке и выступил против радикальных реформ. По словам Александра Лукашенко, главная задача сегодня – перейти от догоняющей стратегии к опережающей. Сбои начинаются тогда, когда сначала производится продукция, а лишь потом мучительные поиски новых рынков сбыта. Правительству всей вертикали власти нужно извлечь урок из этого и на предстоящие годы выстраивать такую стратегию развития, которая позволит эффективно осваивать новые технологии и методы работы. Разговор не о какой-то кардинальной ломке и перестройке всего. Подчеркиваю, нужно совершенствование того пути, который выбрали и по которому достаточно успешно прошли первые два этапа восстановления и стабилизации. На новом этапе нам необходимо перейти от догоняющей стратегии к опережающей. Нам надо иметь кадры, если нам придется реализовывать новый курс, который мы можем запросто в течение недели выработать и начать реализовывать. Второе. Я уже об этом как-то говорил, когда мне задают вопрос. А вот можно, готовы вы и прочее. Я всегда говорю, вы не у меня спрашиваете. Я готов к любой реформе, к любым планам, к любым действиям. Вопрос не во мне. Готовы ли вы, общество, к таким радикальным изменениям? Ну и немаловажно. Надо чувствовать момент. Надо знать и понимать, когда можно делать те или иные радикальные шаги. То, что они нужны в отдельных моментах, это да. Но что будет, если мы в период, когда надо сплотиться, организоваться, не допустить дальнейшего падения, идти выверенно, как по тонкому льду, начнем ломать этот лед? Что произойдет? Ясно что? Поэтому моя позиция однозначно. Никакого радикализма. Никакого. Мы должны идти от жизни. Мы должны решать те вопросы, которые рыбром ставит сегодняшняя реальность. Наша действительность. Президент также остановился на острых социальных вопросах. Развитие медицины и села, поддержке молодежи, внедрении инноваций, эффективной работе госаппарата, реализации крупных инвестиционных проектов. В своем докладе Александр Лукашенко рассказал, как будут развиваться регионы и подчеркнул, все ресурсы сегодня необходимо сконцентрировать на ключевых приоритетах.